Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальнего Восточника. Мы продолжаем следить за событиями в Казахстане, потому что это очень важно для нашей страны, потому что не секрет, что события в Беларуси, в Украине и в Казахстане отражаются и на нашем обществе. Итак, что случилось на данный момент? Как я уже говорил, в Казахстане из-за массовых протестов по всей стране объявлено чрезвычайное положение. Банки не работают. Протестующие взяли штурмом несколько правительственных зданий, в Алматы разграблены магазины. По заявлениям полиции, в ходе столкновений погибли десятки людей. Президент Касым Жумар Толкаев отправил правительство в отставку, сместил Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны и попросил помощи у ОДКБ. ОДКБ пообещало направить в Казахстан миротворцев для подавления протестов. Итак, смотрим, какие издания что сообщают. И самое главное, сегодня мы сделаем небольшой вывод, который должен сделать каждый молодой человек из этой ситуации. Итак, касательно отправки миротворческих сил для подавления протестов. Армения отчиталась об отправке около 70 военных в Казахстан в рамках операции ОДКБ. Кроме того, Беларусь подтвердила участие своих миротворцев в стабилизации обстановки в стране и возвращении ее в правовое поле. Цитата. Продолжаем читать новости. Телеканал Хабар24 сообщил, что число погибших в Алматы сотрудников-силовиков выросло до 13 человек. Ранее шла речь о 8, а затем о 12 погибших. Читаем дальше. Организация тюркских государств, в которую входят также Турция, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, ну и Казахстан, соответственно, заявила о готовности помочь в случае необходимости. Так, кроме того, все религиозные мероприятия в Казахстане отменены на время действия чрезвычайного положения. Храмы посещать тоже нельзя. Аэрофлот отменил все рейсы в Алматы, Актау и Нур-Султан. Президент Киргизии пообещал, что киргизские войска не будут противостоять протестующим в Казахстане. Так, кроме того, здание городской администрации Алматы горит, оно подожжено. Немецкая авиакомпания Люфтганза тоже приостанавливает рейсы. И, кроме того, появились в сети кадры с российскими миротворцами ОДКБ, которые были направлены на стабилизацию обстановки в Казахстане. И жители Киргизии, которые входят в состав ОДКБ, выходят на акции протеста против введения миротворцев в Казахстан. То есть, еще раз, киргизы против того, чтобы их войска в рамках ОДКБ ехали в Казахстан и там подавляли протесты. Как известно, от России в Казахстан уже направлены подразделения ВДВ и почему-то провластные российские СМИ называют протестующих то погромщиками, то террористами. Так, ну вот известно, что протестующие в Алматы окружили две больницы и не пропускают туда врачей и пациентов. Таджикистан тоже подтвердил готовность помочь. В Алматы на площадь республики собралось около 200 протестующих. Кроме того, участники протестных акций вышли и на площадь в Актау. Новых требований пока не предъявляют. Так, друзья, продолжаем читать новости. Минздрав Казахстана сообщил о более тысяче пострадавших в ходе протестов. 400 человек госпитализированы, а 62 в реанимации. В казахстанских колониях с 5 января введен особый режим. А вот еще кое-что. Из-за таких последствий биткоин упал более чем на 7% из-за протестов. Точнее из-за отключения интернета. В чем причина? А дело в том, что на местные майнинговые фермы приходилось 1,5 или 20% всей энергии, потребляемой для добычи криптовалюты по всему миру. Ну что, друзья, я обещал вам сделать небольшой вывод из этой ситуации. Я полагаю, что наилучший выход для человека, который на данный момент недоволен ситуацией в стране, является развитие дистанционного дохода, программирование, веб-дизайна и последующая эмиграция. В любом случае, те, кто протестуют, те, кто стоят на площадях и получают люлей от силовиков, сами во власть не пойдут. Пойдут во власть другие люди, которые сидят в тепле. И если вы хотите улучшить именно свою жизнь, по моему мнению, стоит именно задумываться об эмиграции и о том, чтобы как-то самому выстраивать свою жизнь, и чтобы не зависеть от правительства, каким бы оно ни было, левым, правым, хорошим, плохим и так далее. Для меня все-таки идеальная жизнь, когда ты можешь спокойно путешествовать по миру, просто переезжая в те страны, где лучше. Есть такая пословица, где родился, там им пригодился. Но ведь мы все родились на земле, правильно? А условные границы между государствами могли сложиться исторически и могли сложиться буквально из-за прихоти одного или другого монарха. И поэтому я считаю, что все-таки все мы дети земли и должны максимально стараться путешествовать и переезжать туда, где нас наиболее ценят. Вот такие вот мысли. Спасибо за внимание. С вами был Бог Дальневосточника. До скорых встреч. Пока. Продолжение следует...